За каждым словом и движением актеров на сцене следит съемочная группа телеканала Первый Крымский. За несколько репетиций режиссеры и операторы успели выучить наизусть сценарий пьесы, составить раскадровку всех мизансцен. Персонажи пьесы-герои параллельной реальности. Среди них кот, архивариус и его красавица-дочь, рыцарь-ланцелот и крылатое чудовище. Телеспектакль особый жанр, некоторые советские постановки вошли в кинематографическую классику. Первый Крымский возобновляет традицию, а спектакль «Дракон» по Евгению Шварцу отличный повод начать. Поставил спектакль художественный руководитель Крымского академического русского драматического театра народный артист России Владимир Магар. Сценографом выступил известный художник Борис Бланк. Есть вещи, когда мы даже в мизансцене, мы не помним кто что придумал, какие-то куски даже декораций. Мы все-таки с ним поставили 10 спектаклей. Это когда художник дополняет режиссера, режиссер-художника. Когда вместе рождается вообще решение спектакля. Изначально и декорации, и грим должны были выглядеть иначе, но во время репетиции спектакля мастера решили все переосмыслить. Главное, актер форма имеет второстепенное значение. Владимир Владимирович показал нам театр, который он может быть, каким можем быть мы все. И такой режиссуры мы еще не видели. Она была очень интересна. И не то чтобы сложно, а просто она была непривычна. Но все мы дорожим спектакль, который получился. Проект Театр Плюс ТВ в очередной раз докажет, что конкуренции между студией и сценой нет. К тому же телеспектакль это возможность показать эмоции актеров крупным планом. Увидеть живые слезы, которые не разглядеть из зрительного зала. Была проделана колоссальная работа, даже чисто технически, потому что, во-первых, мы никогда не снимали в театрах в таком масштабе. Используются шесть камер. Специально для этого проекта были закуплены микрофоны нательные. Они на специальный кластер плеются на тело актера и под одеждой их не видно. В общем, для нас это очень интересный опыт. Ну и я надеюсь, что зрители это оценят. На экраны дракон выйдет в феврале 2020-го. Его покажут на телеканале Первый Крымский. Татьяна Балыкина, Руслан Хохлов. Утро нового дня.